В Международном выставочном центре проходят последние репетиции перед грандиозным финалом Евровидения 2017. Как артисты готовятся покорять Европу и чем будут вас удивлять, я побывала на репетиции и готова вам рассказать. Сегодня, 13 мая, в столице Украины пройдет финал лучшего музыкального шоу Европы – Евровидение 2017. На сцену выйдут представители 26 стран. Европейский зритель впервые сможет увидеть номера пяти стран-основательниц Евровидения, которые автоматически попадают в финал. Это Италия, Франция, Германия, Испания, Великобритания. Также на сцену впервые выйдет и представитель Украины – группа Аторвальд. Благодаря победе Джамалу в Стокгольме, по правилам конкурса, страна-победитель автоматически попадает в финал. Лидер группы Аторвальд Женя Галич рассказал, что песня «Тайм» о людях, которые не ценят свое время своих близких и родных, так как в последнее время люди тратят свое время впустую ради социальных сетей. А вот букмекеры все еще продолжают принимать ставки на победителя Евровидения 2017. Согласно рейтингу, букмекеры прогнозируют победу Италии, которую представляет Франческо Габани с песней на итальянском языке. Второе место может занять певец из Португалии, который нуждается в срочной пересадке сердца, и пользователи соцсетей массово поддерживают его. Третье место пророчат представителю Болгарии Кристиану Костову с песней «Beautiful Mass». Моя ироничная песня «Accidentalis Karma» написана на итальянском языке, но специально для конкурса в ней появился фрагмент на английском. В композиции идет речь о современном обществе и его ценностях, об одержимости электронными новинками и гаджетами, повальной моде на восточные культуры. Изюминкой финала Евровидения станет выступление легендарной украинской певицы и победительницы Евровидения 2004 года Русланы. Она исполнит свой новый сингл «It's magical». Традиция приглашать на финал Евровидения хедлайнера появилась лишь в 2016 году. Тогда в Стокгольме гостем финала стал Джастин Тимберлейк. В этом же году Руслана готовит феерически вернуться на сцену Евровидения и удивить своих поклонников. На пресс-конференции певица общалась на украинском языке и рассказала, что будет петь на трех языках. Я буду спевать трех минут, чтобы сказать все. Я буду спевать трех языках. Я начну свою родную мову, украинскую. Далее мы будем спевать интернациональною мову, англійською. Уже сегодня на сцену главной арены Евровидения выйдут 26 участников. А украинская группа «Турвальд» будет выступать под номером 22. Однако украинцы голосовать за свою страну не могут. Билеты на грандиозный финал конкурса Евровидения 2017 были раскуплены еще задолго до начала конкурса. Но у вас есть возможность увидеть грандиозное событие не только на экранах ваших телевизоров, но и на главной фан-зоне конкурса Евровидения на Крещатике. Мария Майорова, Сергей Ведмитрий, подробности UA-Интер.